Любое простое, равное 1 по модуле 4, то есть остаток артилей, имеющий 1 по модуле 4, представляется в виде суммы двух квадратных. Ну вот я написал два примера. 5 и 13. Мы с вами посчитали сумму символов Лежандра от ней или функции. Посчитали сумму символов Лежандра от квадратичной функции. Правда любой. Тут квадратный многочлен разлагается на линейные множители. Сейчас мы завершим исследование квадратичных сумм по символу Лежандра. Посчитаем от любого квадратного многочлена. А вот чтобы доказать вот эту теорему, нужно рассмотреть сумму от кубического многочлена. Причем непроизвольного. Вообще уже сумма символов Лежандра от кубического многочлена не считается точно. Вопросы здесь связаны с скептичными кривыми, так называемыми. Но частный случай их может быть просчитан, и мы этим сегодня заняемся. Итак, сначала у нас нужно завершить пробел и посчитать сумму символов Лежандра от произвольного многочлена. Давайте, квадратного многочлена, давайте это сделаем. Ответ зависит от дискримината. Дискриминат обычно, как в школе. В квадрате минус 4АС. Итак, значит, это будет равно В-1АВ. Если дискриминат равен нулю по модулю В. И равен минус квадратичному вычету А по П. Проверим символ Лежандра по П, если А не равно нулю по модулю В. Окей, давайте эту лему быстренько докажем, а то перейдем, собственно, к доказательской теории. Ну, тут такое... Ну, в общем, идея понятна, она школьная. Нужно дополнить квадрат, да? Вот. Ну, для этого что там? Нужно делить на А, да? Потом, значит, нам дополнять до квадрата какие-то делимости на 2 будут, да? Давайте это немножко простим, так сказать, сгладим углы. И вот сразу рассмотрим чуть-чуть преобразованную, так сказать, сумку. Давайте ее умножим на символ Лежандра 4А по П. Код 4, это, так сказать, чтобы там с делимостью не было проблем. Давайте рассмотрим нашу сумку. Ну, здесь имеется в виду, что А не делится на П. Так, А не 0. А, так, ну А не 0. Ну, не дадут, понятно. А, нет, 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 нет. Работаю. Ну, мы с ним уже не все умеем делать. Ага. Ну, вот, давайте сначала посмотрим, что это нам слишком не мешает, да? Символ Лежандра 4А на П. Это есть произведение, да, Символ Лежандра 4А на П. Скажите мне, что такое символ Лежандра 4А на П? Это единица. Это единица, потому что 4 это квадрат. Да? 4 это 2 в квадрате. Ну, то есть, вот это единица. То есть это просто А на П. Хорошо, теперь опять пользуемся тем, что символ Лежандра от произведения есть в произведении символ Лежандра. Тут будет... Теперь как раз выделим полный квадрат. То есть А1 плюс В в квадрате. Минус дискриминат. Правильно? Потому что нужно вычесть В квадрат. Это дискриминат. Так. Хорошо. Теперь мы уже сто раз этот прием применяли, да? Х продвигает все вычеты от нуля до П плюс 1. Что продвигает А? АХ, даже 2АХ плюс В. Тоже все вычеты от нуля до П без одного. Правильно? Потому что здесь происходит совмножение на ненулевое число, на ненулевое вычет. А здесь аддитивный сдвиг, это тоже просто по-другому записанное множество от нуля до П плюс 1. Ну, то есть можно записать, что это сумма от нуля до П плюс 1. Потому что АХ плюс В пробегает все вычеты от нуля до П плюс 1. Но этот товарищ тоже встречался у нас. Правильно? Да? Сумма по квадратам, она связана с суммой по символу лежатого. Да? Давайте опять напишем, что это будет И-Игрек, скажем. И считается этот И-Игрек вот с каким множителем, да? Если И-Игрек был квадрат, то тогда в этой сумме, значит, И-Игрек опять есть квадрат Х-Игрек. Тогда в минус Х-квадрате тоже есть И-Игрек. В левой части, если И-Игрек есть квадрат, этот И-Игрек считается два раза. И если И-Игрек квадрат в правой части, этот И-Игрек считается два раза. Потому что 1 плюс 1, это 2. Да? Сила лежатого И-Игрека равен квадрата равен единицы. А 1 плюс 1 равен единице. Так. Опять раскрываем скобочки. Если я единичку умножу на символ лежатого вот этого, я получаю линейную сумму. Она нулевая. Я уже не буду писать. Да? Значит, сумма от нуля до П-1. И-Игрек В, И-Игрек минус Д, В. А это наш старый знакомый. Правильно? Эта сумма нами была посчитана. Она равна П-1, если Д равно 0. Да? Да-да, все сходится. П-1, если Д равна 0. И минус 1, если Д не равно 0. Вот. Ну... Все сошлось, да? Все сошлось, потому что... Надо решить поделить на символ лежатого. Ну, символ лежатого это плюс-минус 1. А братик к нему это он же и есть. Правильно? Символ лежатого минус 1 это и есть символ лежатого. Поэтому это прямо доказано.